Дорогие друзья, я хочу вам сообщить одно интересное известие. Были два друга, два Лёши, Лёша Шелманов и Лёша Туркус, которые когда-то, уже тому, наверное, лет 15 или более назад, вдруг решили делать фильм по поэтике, живописной поэтике Шагала. Я не случайно говорю живописной поэтике, потому что Шагал, конечно, поэт в живописи. Фантазёр, в нём остался ребёнок до конца его жизни, его изумлённый взгляд на жизнь, его способность трансформировать мир в любом направлении, согласно своему воображению, своему вымыслу. И вот два этих человека затеяли фильм по живописи Шагала. Фильм был... нельзя даже сказать, что фильм был сделан. Это скорее были такие кроки фильма, наброски. Это была такая проба фильма. Дальше каждый из этих авторов делал свои фильмы, они разошлись, просто продолжая изумительно дружить друг с другом. Дружба в наше время – случай редкий. Но случилось несчастье. Лёша Шелманов просто буквально в одну секунду умер, играя в теннис. Лёша Торкус остался один. Продолжал нести свою творческую вахту, помнить о своём друге. И эту память всё время фиксировал в своих разных выступлениях, в частности, в выставке, которая была посвящена творчеству Лёши Шелманова. И вот наступила время... И всё время идея делать фильм по живописи Шагала, она не оставляла покоя. Что, в общем, понятно. Если говорить о Шагале, то он совершенно очевидно мультипликационный живописец, потому что его трансформации необыкновенны, конечно. Но он художник опасный в то же время для мультипликации, потому что, казалось бы, вот всё, что очевидно, совсем не очевидно на экране. И задача, конечно, чрезвычайно сложная. И вот Лёша Торкус всё-таки решил продолжить эту идею. Оно и понятно. Продолжить эту идею... Идея чрезвычайно сложная, потому что очень легко впасть в этой идеи, в строгое исследование живописи Шагала, это самое последнее дело, потому что вообще, когда начинает автор делать фильм по каким-нибудь известным текстам, и делает фильм строго придерживаться текста, то в результате он решает себя творчеством. И поэтому история эта чрезвычайно сложна. Но она сложна ещё и в другом плане. Как всегда, деньги нужны, деньги. Ну, я думаю, что просвещенные зрители, читатели, слушатели нашей страны прекрасно понимают, как тяжело государство наше раскошеливается на культуру, хотя всё время, особенно в последнее время, слово «культура» не сходит с уст, и вообще сегодняшний год объявлен «Годом культуры», что на самом деле не имеет никакого значения собственно для искусства как такового, потому что тут много играет, много вероятностей в смысле получения денег. У нас, как вы знаете, очень сегодня в части тема патриотизма. Сам по себе факт очень хорош, конечно, если не знать, что подразумевается под патриотизмом, и что на выходе. Фильм требует денег. И в очередной раз, или не в очередной раз, уже не первое обращение режиссёров к предполагаемым зрителям «поможите, чем можете». То есть тут речь идёт, конечно, о деньгах, которые бы вначале хотя бы позволили сделать некий пробный кусок фильма, чтобы посмотреть вообще, возможно ли такая история живопись Шагала в мультипликации. Я-то убеждён, что возможно. Я абсолютно убеждён, что возможно. Тут только нужна известная доля сдержанности, и нужно слегка умерить свой пыл в желание точно совершенно передать, так сказать, живопись Шагала на экране. На самом деле это не требуется, потому что если кино будет таить в себе фантастический рассказ, сказку, безграничное воображение, которое позволяет трансформировать живопись Шагала и в то же время взять за правило сдержанность в отношении к искусству этого художника, то мне представляется, что может быть замечательный фильм. Если ещё к этому присоединить и древние еврейские мелодии, и бытовые еврейские мелодии, которые звучали в XIX веке, в XX веке, и звучат по сию пору, то мне представляется, что это может фильм быть с очень тонким, глубоким настроением, где говорится о самых первичных, о самых простых, казалось бы, с точки зрения делового человека, чувствах, но эти чувства простые, они и есть жизнь. Это стол, за которым сидят люди, над которым свет лампы, это молитва в углу, это похороны, это рождение ребёнка, то есть всё то, что сопровождает нашу жизнь. И я очень надеюсь, что всё-таки найдётся какая-то возможность собрать хотя бы на то, чтобы сделать какой-то первый подход к фильму. А там, как знать, если этот подход будет удачным, то, может быть, если показать материал на экране, а сегодня для этого есть возможность через интернет, то, может быть, появится возможность и азарт дособрать деньги, чтобы фильм, в конце концов, был сделан. Незримо там всё равно будет участвовать друг Лёши Туркуса, Лёша Шелманов. Это понятно. Он всегда будет выглядывать из-за плеча и, может быть, что-то советовать. И у них будет то самое дружеское перерогивание, которое наверняка сопровождало их творческую жизнь и будет сопровождать и ныне. Я прошу вас, я не призываю, я именно прошу вас отнестись к этому с вниманием, потому что мне кажется, что речь идёт, может идти об очень хорошем фильме. Тут ещё момент, что каждый желающий может заглянуть в интернете и посмотреть, какие вообще фильмы сделал Лёша Туркус. Я думаю, что он сделал, как мне кажется, в этом веке, по-моему, один из самых смешных фильмов по теме Горьковского Буревестника. Трудно было себе представить, что на эту тему можно было сделать такой невероятно смешной фильм. Он сделал очень грустный, печальный фильм о своём отце, который называется «Заснеженный всадник». Это фильм, совершенно противоположный фильму Буревестник. Там нету таких трансформаций, таких такого ёрничества, таких игр, которые сопровождают фильм. «Песня о Буревестнике». Но этот фильм глубоко печальный и в большой степени он может являться предтечей Шагаловскому фильму, потому что он пронизан этим самым настроением семьи, отца, взаимоотношений, отца с сыном, понимания маленького ребёнка, мира, так, как он его может понимать. Поэтому мне представляется, что фильм о Шагале это, по-моему, прямое дело Алексея Туркуса. И я надеюсь, что этот разговор не останется без внимания. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok